Привет! Давайте познакомимся с одним из двух главных праздников ислама. Курбан-Байрам, как его называют в тюркских странах. В переводе это значит праздник жертвоприношения. Сюжет, послуживший для него основой, широко известен в мировой культуре. Христиане знают историю Авраама. У иудеев это имя звучит как Авраам, а мусульмане почитают Ибрахима. Именно в память его подвига ежегодно последователи ислама приносят свои жертвы. Бог испытал веру пророка, потребовав жизнь его любимого сына. Но в последний момент мальчик был заменен на агнца. Курбан-Байрам символизирует не только полную покорность Всевышнему, смирение и отречение от своих страстей и грехов, но и торжество гуманизма. Через Авраама и Ибрахима было показано, что человеческая жизнь священна, а пролитие невинной крови запрещено. Праздник Курбан-Байрам начинается 10 числа 12 месяца мусульманского лунного календаря и длится еще три дня. Параллельно завершается паломничество в Мекку. Отмечать начинают уже с восходом солнца. Мусульмане совершают полное омовение, надевают новую одежду и направляются в мечеть. После праздничной проповеди и намаза посещают близких и дарят подарки детям, а затем приносят в жертву животное, следуя примеру пророка. Мясо делят на три части. Одну раздают бедным, из второй части готовят угощения для родных, соседей и друзей, а третью верующие могут оставить своей семье. Поскольку жертва приносится во имя Аллаха, мусульмане надеются на награду за нее в будущей жизни. Ритуальное угощение малоимущих, помимо этого, несет социальный смысл взаимопомощи и поддержки. В праздничные дни никто не должен испытывать голода, нужды и горести. В Курбан-Байрам каждая мусульманская семья старается накрывать праздничный стол. К трапезе приглашают множество гостей. Среди них часто можно увидеть представителей других религий. А потому запоминайте, как можно поздравить с праздником. Курбан-Байрам-э-Низ, мубарак алсун, как говорят в Турции. Или просто счастливого праздника.